Добро пожаловать на канал Пересадочная Станция. И сегодня вы услышите историю человека, который стал бессмертным. Первый день Первая неделя Показался врачу. Он никаких отклонений не нашел, сказав, что мой организм работает как часы. Однако после того, как у меня взяли из пальца кровь, порез затянулся за считанные секунды. Благо, что врач на это не обратил никакого внимания. Придя домой, намеренно уколол себя повторно. Было страшно сделать себе больно, но ничего не произошло. Из укола вытекла одна маленькая капелька крови и тут же затянулась. Со мной явно что-то не так. Первый месяц Абсолютно пропало чувство голода и сна. Как оказалось, я теперь совершенно спокойно могу провести целую неделю без еды и воды. И ничего мне с этого не будет. Прикольное качество. Однако привычки, выработанные годами, все равно дают о себе знать. Иногда хочется съесть чего-то вкусного, мороженого или жареного мяса. Не потому, что хочется есть, а просто ради вкуса. Первый год Сегодня случилось непоправимое. Сегодня я должен был погибнуть второй раз в своей жизни. Мы с девушкой ехали поздно ночью по горной дороге. Я был так ею увлечен, что не заметил поворота и вылетел с дороги. Мы вместе с машиной ринулись в пропасть. Помню только, что в самый последний момент успел лишь обнять свою любимую и что-то прокричать напоследок. Очнулся я неподалеку от той груды металла, что раньше была автомобилем. Спасти любимую я уже не мог. А на мне по-прежнему не было ни одной царапины. Десять лет Те десять лет, что я провел на службе по контракту, сделали из меня настоящего бойца. Я изучил науку выживания, благо, что с моими способностями это оказалось много проще, чем остальным. Служба в горячих точках помогла мне укрыться от мыслей на тему того, кто же я есть. Когда ты сидишь под пулями, мало кого интересует, какое у тебя прошлое и какими особыми умениями ты обладал. Главное здесь и сейчас. Для меня мой полк стал второй семьей. Однако даже им я не скажу о том, что во время наших ночных вылазок меня убивали уже раз пять или шесть. Хотя я и сам уже не помню сколько точно. Благо, что после возвращения на базу мне удавалось объяснить то, что на мне не царапины. Да и мало кого это волновало. Жив, да и ладно. Без ложной скромности скажу, что со временем я даже стал для наших неким подобием талисмана, который приносит удачу. Как бы я хотел, чтобы было так. Все ребята в это верили до того момента, пока по нашей позиции во время очередных боев не ударила ракета. Больше верить во что-то было некому. Так как на месте нашей дислокации не осталось ничего. Кроме меня. Сто лет. Как же быстро разрастается человечество. Еще казалось, вчера нас было чуть более семи миллиардов. А за какие-то неполные сто лет мы приблизились к двадцати. Как мне кажется, это вызвано небывалым техническим рывком в медицине, компьютерных технологиях, биоинженерии. Чтобы спастись от голода, люди начали освоение морского дна, строительство морских ферм и доступного жилья под водой. Появились первые города-миллионники. А вот с проектом городов на Луне, увы, ничего не получилось. Получив доступ к компьютерам, человечество потеряло всякий интерес и стремление к звездам. Теперь каждый имеет имплант, который соединяет всех людей в одну информационную сеть. Разговоры теперь используются только в качестве хорошего тона. И то стараются его свести к минимуму. В основном же используют телепатию. А если точнее, то специальную программку, которая позволяет передавать мысли друг другу. Стоя у истоков фирмы, которая первой начала производить такие чипы-импланты, я не могу беспристрастно сказать, хорошо это или плохо. Но люди сами выбирают свое будущее. Тысяча лет. Как же скучна становится жизнь. Казалось бы, у меня все есть. Есть компания, которая за тысячелетнюю историю обрела репутацию такую, что может поспорить с некоторыми странами. Я уж молчу про прибыль от нее. Ведь каждый день рождается человек, которому необходимы наборы плат, чипов и нейроинтерфейсов для нормального функционирования в обществе. А на эти части у моей фирмы полная монополия. Женщины, влияние, связи, власть. Все становится неважным. Все то, что раньше меня волновало, отошло на второй план, оставив только небольшой налет каких-то приятных воспоминаний. Единственное утешение, что я себе нахожу, это наука. Она доставляет мне истинное наслаждение своей непредсказуемостью. Неизвестно, какие открытия будут совершены в течение каких-то ста лет. Десять тысяч лет. Года проносятся мимо меня. Я не то, чтобы всегда стремился к жизни отшельника, но, увы, так получилось, что все мои знакомые умирают раньше, чем я смогу оставить о них хоть какое-то яркое впечатление. Череда знакомств, лиц, имен, дат теперь ничего для меня не значат. Сливаясь в одну серую монотонную краску, которая теперь представляет все мое существование. Мода, музыка, литература. Все, что раньше меня развлекало, теперь кажется мне повторением того, что уже было раньше. Не так давно, пару столетий назад, человечество очередной раз вышло на очередной виток научного прогресса. Людям покорился космос. И спустя век, весь научно-технический потенциал работал на то, чтобы покинуть Землю. И вот свершилось. Огромные космические лайнеры ушли в необъятные просторы космоса, оставив за собой запыленный, уставший мир. Колыбель человечества. Остался и я. Поскольку решил, что мне нет места в новом мире. Сто тысяч лет. Вчера. А может уже не вчера. Я не помню. Был ледниковый период, который длился может день, может час, может век. Я не знаю. Я уже очень давно перестал считать время. Сложно считать то, что не имеет над тобой власти. Бродя по заснеженной пустыне, я пытаюсь найти что-то, что может привлечь мое внимание. Но все тщетно. Один миллион лет. Я видел, как жизнь умирала. Я видел, как из-за надвигающихся ледников или засухи вымирали целые виды. В итоге всех катаклизмов, тех, что я пережил, меня посетила мысль, что я остался совсем один на этой планете. Здесь была вода, солнечный свет, приемлемая температура. Но совсем не было жизни. Кроме меня. Но однажды случилось то, что изменило обычный ход вещей. Кровь. Обычная кровь, что течет в венах, по нелепой случайности попала в воду океана. В начале я не придал этому значения, но через какой-то незначительный промежуток времени я заметил существ. Очень отдаленно, да еще и при должной фантазии напоминающих рыб, что выпрыгивали на берег. И тут у меня затеплилась надежда на то, что отныне я буду не один. Пройдет еще совсем немного времени, и я снова услышу и увижу что-то новое. Что-то, что сможет меня удивить. Может быть, у меня даже получится научить чему-то этих новых, пока что неведомых мне существ. Это было бы здорово. Нужно лишь немного подождать. Но это я уже умею отлично. Время научило меня этому. Я буду присматривать за новым миром. Я буду ждать. Если вам понравилась эта история, то поставьте лайк этому видео. И обязательно напишите свой отзыв в комментариях. Ну а чтобы отправиться в следующее путешествие, просто выберите одну из иконок на экране. И до встречи в следующих мирах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok